Итак, дорогие друзья, в пятом курсе мы с вами подключим еще один инструмент Jupyter Notebook. Грубо говоря, что такое за инструмент? Это командная строка, которую можно сохранить. То есть, вот если бы мы взяли, допустим, обычную командную строку... Сейчас. ...обычную командную строку. Вот мы здесь написали, закрыли среду разработки, и все с этим пропало. А Jupyter дает возможность... Что сделать? Абсолютно верно. Jupyter дает возможность нам... Во-первых, работать в командной строке. Во-вторых, сохранить этот документ при необходимости мы можем очень четко разбираться и комментировать. Ну, например, захотели мы прокомментировать... Так, я немножко не там. Прокомментировать. И выбрали Markdown. Проверяем установку Django. И прокомментировать. То есть, по сути дела... По сути дела... Только у меня надо было вот так указать. Все. А вот это нам надо, наоборот, код. Вот. И по сути дела, создать себе шаги. Что это дает? Ну, ребят, ну, мы сейчас, допустим, проверяли, но уже ребятам я отнес это на следующий курс. Вот мы, допустим, сделали, пока взяли самую простую там модель, но посмотрели, как она работает, да, в командной строке. То есть, это дает возможность полностью разобраться, как работает Django. И при этом этот фрагмент кода у вас навсегда может быть запечатлен. Еще более можно описать, поделиться с другими, обсудить. То есть, это очень круто. Командная строка, которая... Этот слепок кода сохраняется. Их можно собирать, делать разные документы. Мы с вами установили в PyCharm. Запускать можно и в PyCharm, запускать можно и в браузере. Ну, тут очень большие возможности. По сути дела, этот инструмент, без этого инструмента трудно понять Django. Трудно понять Django. И работа в командной строке дает полную ясность. И действительно глубокое понимание. Но именно Jupyter нам дает возможность сохранить наш код. Потом заглянуть, расширить. Это очень-очень круто. Вот. Ну, пока все. Для тех, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-retout.ru. А это я хотел показать. Мы как раз при помощи Jupyter мы в базу данных добавили объект. Да, но с участниками будем это в следующем курсе делать. Я сам это пока подготовился, добавил. Поняли, да? Ну, все получится. Ну, spoilers. Поехали. Поехали. Михаил. Продолжение следует...